добрый день уважаемые зрители нашего канала сегодня мы продемонстрируем новые фишки версии 2016 мы запустили режим симуляции также теперь вы можете потренироваться в этой версии выбрав свой автомобиль попробовать его прошить или закодировать далее я подробнее об этом расскажу запускаем программу даст стандартную версию здесь идет демонстрация того что в ней стандартно ничего нету то есть режима симуляции оффлайнов стандартной версии нет это все нужно допиливать и доделывать своими руками выбираем c-class видим что здесь нет протодифов ничего нету все функции только стандартная есть инженерка и на этом все далее мы будем закидывать наши файлики специальные для того чтобы для того чтобы активировать режим симуляции также сделать оффлайн и возможность программировать и прошивать ваши машины закидываем наши файлики специально подготовленные на повторах интерната вы его этого ничего не найдете запускаем центре обязательно желательно через центре заходить чтобы полноценно все работало видим что у нас версия 2016 года еще раз повторяю это очень удобно для тех кто не знает как пользоваться даст видим что на шестнадцатого года версия вы можете запустить режим симуляции и попробовать свою машину выбрать свою машину и попробовать там что-то не виртуально делать прошивать там кодировать что-то разобраться своих кодировках что у вас стоит в машине комплектации смотреть и диагностику производить также ошибки смотреть все это будет режиме симуляции также по возможности я буду показывать вкладки рассказывать о них что какая вкладка за что отвечает дальше мы запускаем уже готовый наш режим симуляции после того как мы закинули нажимаем f2 выбираем легковые автомобили пока это все сделано только по легковым автомобилям все машины которые используют даст это 2011 2003 164 а класс старый вот прототипы мы здесь видим 204 даже есть краем 164 к примеру кузов выбираем двигатель вот бензиновый или дизель модель вашей машины допускаем рынок выбираем весь мир или америка еще у нас в остальном мире европейские автомобили находятся мы выбираем его можно запустить короткий тест все практически как в реалии здесь соответственно есть будут ошибки по этим ошибкам вы можете идентифицировать если вы например используете какие-то елм там или еще что то вы можете посмотреть ошибки они здесь на русском языке что очень удобно можете открыть симуляцию и посмотреть свои ошибочки посмотреть что вам нужно для этого сделать также видно что у нас гнишин активировалась галочка сверху зажигание включено показывает и вот мы пробежались а по всем блокам режим симуляции нам показывает во всех блоках ошибочки практически что может прочитать не забываем что у нас машина не подключена она виртуальным образом здесь выбрана ждем пока закончится короткий тест ставьте лайки пишите комментарии ребят если я не увижу что у вас есть желание чтобы мы дальше работали над этими функциями вам рассказывали обо всем этом я просто прекращу этот проект симуляции и потому что это занимает очень много времени работы много на все на это на самом деле не хватает времени ребят поэтому ставим лайки пишем комментарии помогаем продвигать видео тем самым вы показываете что вам действительно это нужно и будет стимул для того чтобы это делать для вас и рассказывать и рассказывать видим что у нас все блоки практически есть симуляции выбираем моторник например блок ME97 в данной комплектации стоит три с половиной мотор шести цилиндровый мотор смотрим блок версии управления и кода неисправности у нас следующая галочка и видим что у нас все коды тут выведены практически по этой машины что может быть и вы можете посмотреть расшифровку где какой конструктивный узел ну актуальные значения мы конечно не увидим здесь это только будет когда вы подсоединитесь к мотору ну и этого ну и этой информации вполне достаточно чтобы определиться куда и как действовать данный в случае сопутствующие данные тут тоже будет показаны если вы подсоединены к мотору непосредственно на машине мы не забываем что у нас режим стимуляции вот у нас активации режим где вы можете зайти и попробовать исполнительные механизмы заставить работать видно что мы можем все включить очень много полезных функций для ознакомления чтоб тупо не лазить в машине и не понимая что вы делаете нажимать подряд кнопки имея представление о работе программного обеспечения вы сможете более детально разбираться со своей машиной вот у нас функция данных разработчиков она активна простой версии DASA в данном случае 16 мы видим все здесь весь список кодировок они на немецком языке соответственно также активации мы здесь видим какие у вас произведены полный список можно вывести и со словариком кодировки никак по другому не могут быть потому что это родной язык кодирования Mercedes-Benz вот у нас inclusive и где все кодировки непосредственно находятся здесь вы можете конкретно посмотреть каждую кодировку Vidiama все те же самые кодировки используют из этой же строки разбираясь в этих кодировках вы сможете без проблем закодировать свою машину какими-то функциями нужными там очень удобно особенно для новичков да и иногда и мы сами пользуюсь например я посмотреть что-то когда нет под руками машину очень удобно это сделать зайти посмотреть какая кодировка что также мы видим здесь да программирование блок управления можно сделать запускаем режим программирования как мы это делаем прошить например машину вы хотите если у вас есть оффлайн настроенный мы здесь видим что у нас настроен оффлайн по умолчанию у вас будет только онлайн который уже не поддерживает данной программы официалами запускаем оффлайн видим что у нас оффлайн шелл здесь шестнадцатого года в номер сейчас программа определить есть ли у нас для этого блока двигателя новая прошивка и да мы видим что он увидел блок и увидел что программного обеспечения нового нету версии также можно посмотреть и по другим блокам можно также заходить без коротких тестов сразу напрямую блоки как сейчас например выбираете блоки и заходите там здесь мы видим аэроматик то есть у нас пневмоподвеска электронная система стабилизации ESP система контроля давления в шинах электрический усилитель роля более конкретно по всем вкладкам мы будем проходить следующих видео когда на это будет время и ваше желание после того как я увижу комментарии и поддержку этого видео что вам действительно это надо я буду продолжать это или не продолжать в зависимости от того нужно действительно это вам или нет еще раз смотрим вкладку кодирования офлайн запускаем нажимаем F2 программа даст офлайн сейчас будет проверять версию программного обеспечения и в данном случае да мы видим что у нас есть софт новый и мы можем прошить нашу машину новым программным обеспечением который устраняет там невозможно всевозможные косяки Mercedes периодически выпускает прошивки для этого для устранения путь такие как пропуски зажигания еще там всякие накопленные ошибки дилерами вот мы запустили прошивку и наш блок управления двигателем прошивается не забываем обязательно отключать вентилятор в моторном отсеке который охлаждает радиатор ваш жидкость потому что иначе он включится на максимальные обороты и высадит ваш аккумулятор в ноль и блок упадет в бут также не забываем подкидывать обязательно зарядное устройство без этого нельзя прошивать машину ни в коем случае ждем пока закончится блок прошился вот таким способом вы можете поизучать попробовать возможно не все вкладки будут работать идеально потому что это все таки не полноценное а немножко доработанное программное обеспечение выходим из программного обеспечения здесь мы вам продемонстрируем некоторые возможности режима симуляции не забываем подписываться на канал ставить лайки также у нас есть группа вконтакте пишем комментарии спасибо всем за внимание до новых встреч жду обратной связи от вас всего доброго с праздниками всем прошедшими наступающими всего доброго и по вам Продолжение следует...